Здравствуйте, уважаемые спикеры, участники Второй Всероссийской Межвузовской студенческой научно-практической конференции «Физическое воспитание дошкольников на современном этапе». Мы рады приветствовать вас в Институте педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета. Модераторами конференции сегодня выступает кандидат педагогических наук, доцент департамента педагогики Людмила Дмитриевна Морозова и кандидат педагогических наук, доцент департамента педагогики, заместитель директора по молодежной политике Марина Михайловна Борисова. Сегодня техническую поддержку конференции будет осуществлять Екатерина Кожуховская, представитель журнала «Обруч». И хочу сказать сразу, чтобы уже не отвлекаться и потом уже приступить к нашим интересным выступлениям, очень потрясающие спикеры, хочу сказать, что всем тем участникам, которые были зарегистрированы на конференцию, будут сегодня ближе к вечеру высланы сертификаты и участников, и тех спикеров, кто сегодня представит свои выступления. Итак, дорогие друзья, нашу конференцию смотрят сегодня в прямом эфире, она идет, участники, которые находятся на YouTube-канале, мы тоже рады их приветствовать. И если у вас будут вопросы к нашим спикерам, пожалуйста, пишите их в чат, также в Zoom сегодня у нас много участников, тоже, коллеги, пишите вопросы в чат, и мы будем мониторить чаты, и если будут вопросы, будем стараться задавать их нашим спикерам, да, и получим от них исчерпывающий ответ. Ну вот, также хочу вам рассказать новость, вот вчера завершилась номинация конкурса «Педагоги года Москвы», и вчера завершилась номинация «Воспитатель года Москвы», и победителем вот этой номинации стал инструктор по физической культуре школа 338 города Москвы, Харитонов Егор Игоревич, да, на что мы вообще очень рады, что у нас инструктора по физкультуре, да, выходит в финал такого очень большого и известного конкурса. И мы поздравляем Егора Игоревича и желаем ему победы на всероссийском конкурсе. А по традиции, дорогие друзья, мы всегда конференции начинаем с памяти ученых, которые внесли очень значительный, очень большой вклад в создание теории и методики физического воспитания и развития дошкольников. И сегодня мы хотим познакомить вас с научно-педагогической деятельностью Александра Владимировна Кинеман. Я думаю, что те участники, те спикеры, которые сегодня присутствуют на нашей конференции, знают эту фамилию, да, знакомы с работами этого автора. И вот сегодня мы вот с Людмилой Дмитриевной хотим познакомить, ну, чуть поподробнее вас с взглядами этого потрясающего ученого. Сейчас мы поделимся экраном. Передайте нам обратную связь. Видно ли презентацию? Видно, только нужно, соответственно, сайт-шоу запустить. Видно, да? Видно, хорошо. Ну, дорогие друзья, хотим сегодня с Людмилой Дмитриевым у нас будет бинарное выступление представить презентацию и свой доклад о научно-педагогической деятельности Александра Владимировна Кинеман. 20 марта 2023 года исполняется 127 лет со дня рождения Александра Владимировна Кинеман. Это талантливый педагог, это замечательный человек, который действительно прошел очень большой жизненный путь от воспитателя и музыкального руководителя детского сада до ведущего специалиста в области музыкального и физического воспитания, доцента кафедры дошкольной педагогики МГП имени Владимировича Ленина. В настоящее время это Московский педагогический государственный университет. Александра Владимировна родилась 20 марта 1896 года в городе Костроме. Отец ее был юристом, мама была домохозяйкой. В 1913 году она окончила гимназию имени Александра Сергеевича Пушкина в городе Юрьевце Костромской губернии. С 1913 года по 1916 год она училась в музыкальной школе Ярославля и одновременно готовилась к поступлению в Московскую консерваторию имени Петра Лея Чайковского. И вот поступив в нее, она прошла очень такой многоступенчатый педагогический цикл подготовки специалиста от среднего музыкального до высшего консерваторского образования. И завершив его в 1924 году окончанием виртуозного исполнительского класса у профессора Гедыки. Годы учебы в консерватории пришлись на очень сложный такой послевоенный период в России. Помещения консерватории не отапливались и зимой приходилось играть в перчатках, так как от холода коченели пальцы. И чтобы продолжить учебу, ей пришлось начать работать в качестве музыкального руководителя и воспитателя детского сада. Вообще на становление личности Александра Владимировна огромное влияние действительно оказали такие настоящие русские интеллигенты. И судьба подарила ей вообще прекрасного мужа. Он был профессором Московской консерватории, он был музыкантом, он был композитором, он был любимым концертмейстером и другом великого русского певца Шаляпина. Семья Кенеман дружила с Рахманиновым, с Горьким, с Шацкой и многими другими известными людьми. Перед вами на слайде видите этапы профессионального роста. Я озвучу. С 1931 по 1954 годы Александра Владимировна работала в детском саду издательства «Правда». С 1929 года преподавала на дошкольных курсах в Красносельском районе Мосгора-Ано, города Москвы. В Центральном институте повышения квалификации читала курсы «Методики музыкального и физического воспитания». С 1935 года она преподавала в музах Воронежа, Днепропетровка, Горького, Ташкента. А с 1938 года по 1941 в Московском городском педагогическом институте имени Потемкина. С 1940 по 1941 год являлась старшим методистом по музыкальному и физическому воспитанию Центрального дома художественного воспитания города Москвы. В 1941 году Александра Владимировна эвакуировалась с детским садом издательства «Правда» в Омскую область, где работала с детьми яседного и старшего дошкольного возраста. Находясь в школе, выступала с концертами и лекциями перед колхозниками. А в 1945 году, после окончания Великой Отечественной войны, с октября месяца, начала преподавать в МГПУ имени Ленина. МГПИ, извините, раньше институт, сейчас университет. На факультете дошкольного воспитания именно преподавала музыку, методику музыкального воспитания, гимнастики и подвижных игр. Приняв эстафету от лалантливого педагога Николая Фанасьевича Метлова. На факультете в это время преподавали творческие, выдающиеся ученые Корнилова, Флёрина и многие другие. И творческая атмосфера, и научный поиск, царивший на факультете, привели к тому, что, безусловно, большая психолого-педагогическая работа и методическая, которую сочетала Александра Владимировна, привели к защите ею, к написанию и защите кандидатской диссертации. Практическая часть которой проводилась исследовательская на детском саду издательства «Правда». И в 1956 году она успешно защитила кандидатскую диссертацию. Вообще опыт такой своей научной, наверное, и педагогической деятельности по проблемам и музыкальных игр в системе музыкально-ритмического воспитания детей дошкольного возраста Александра Владимировна Кинеман публикует на страницах журнала «Дошкольное воспитание». Александра Владимировна принимает очень активное участие в составлении сборников художественных материалов для детских садов и создании методических указаний к ним. В конце 50-х годов она очень активно начала развиваться отечественная психологическая и физиологическая наука. И Александра Владимировна Кинеман на основе новейших исследований разрабатывает научную основу читаемых предметов, причем значительно углубляет методологические подходы к преподаваемым ею курсам. То есть ее лекции наполнены таким очень научным, очень глубоким содержанием. Вообще в начале 60-х годов читаемые Александра Владимировна и курсы существенно углубляются, меняются их названия. И с ее именем, конечно, связано создание научно-практических основ теории методики физического воспитания и музыкального воспитания. Она сотрудничает с дошкольными учреждениями, педагогическими училищами. На то время сейчас это педагогические колледжи, это города Москвы, преподавателями высших учебных заведений СССР. Она совершенствует вузовские программы, она открывает специализацию по музыкальному воспитанию. У нас такая специализация в Москве была в 7-м педагогическом училище. И вот эта специализация, конечно, наверное, первые и действительно многие годы была единственной в стране. Вот вы все задумайтесь. И вот к работе по вот этой музыкальной специализации привлекались действительно очень ведущие специалисты в области теории методики музыкального воспитания. Такие, как Шацкая, это бывший директор Московской консерватории, это блестящий теоретик, практик. Такие, как педагоги, как Толмачева, Лебедева, Волкова, Радынова и многие другие. Одновременно совершенствовались и читаемые Александра Владимировна курсы, рассматривая именно музыкальную и физическую культуру как такое, наверное, одно из достижений человечества. Она убедительно очень раскрывает важность формирования и музыкальной, и двигательной культуры именно самого раннего возраста. И по ее мнению, в детских садах не должна ставиться задача создания маленьких профессионалов-исполнителей. И вот посредством музыки, посредством физических упражнений в дошкольных учреждениях необходимо воспитывать чувство мышления ребенка, его характер, волю. Вот это живое, такое осмысленное отношение к родной ему окружающей действительности. Большое место в трудах Александры Владимировны уделялось обучению двигательным действиям детей дошкольного возраста. Ее работы в этой области опирались на разработанный Петром Францевичем Лезвовцем принцип осознанности. Раскрывая закономерности методы и приемы успешного обучения, ей обоснованы этапы в обучении дошкольников движением. Используя словесные, наглядные и практические методы, Александра Владимировна подчеркивала необходимость познавательной активности, создания у детей представления о движении, оказывающих тренирующие воздействия, которые вырабатываются в своеобразном процессе, называемом психологией и диамоторной реакцией. Подчеркивая важность доброжелательного отношения к ребенку со стороны педагога, Александра Владимировна уделяла большое внимание подведению дошкольника к импровизации, самостоятельности, творчеству. Эти положения, как вы знаете, уважаемые слушатели, актуальны и в настоящее время. Говоря о подвижных играх, как традиционном средстве педагогики, Александра Владимировна писала, что испокон веков в них ярко отражается образ жизни людей, быт, национальный устой, представление о чести, смелости, мужестве, желании обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. В своих трудах Александра Владимировна большое внимание отводила народным играм, которые несут потомкам национальный колорит обычаев, оригинальность, самовыражение того или иного народа, своеобразие языка, формы и содержание разговорных текстов. Игры содержат в себе богатейшие фольклорные пласты, рассматривались ею как важнейшая форма духовного, художественного и физического развития детей. Она умела, она утверждала, что в народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора, движения точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любопытными для всех участников считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют свою художественную прелесть, эстетическое значение и составляют ценнейший неповторимый игровой фольклор. Книга, которую вы видите на экране, знакома всем педагогам «Детские подвижные игры народов СССР», составленная группой педагогов, педучилищ и университетов, институтов педагогических, ну и возглавляла работу эту по редактированию и составлению Александра Владимировна. Книга содержит наиболее распространенные народные игры народов СССР, союзных республик, а также автономных республик, входящих в состав РЭС ФССР, в которых дети играют на физкультурных занятиях и в свободное время. Эти игры отражают специфику национального быта, природные, исторические, географические особенности разных народов, своеобразные в книге игры, ой, извините, собранные в книге игры, помогают ребенку расширять кругозрог, проявлять смекалку и сноровку, учат самостоятельно мыслить и действовать, ощущать красоту и прелесть игрового фольклора. Также в пособии автор предлагает методические рекомендации по использованию игр в целях нравственно-патриотического, интернационального и физического воспитания. Ну вот говоря о нравственно-патриотическом и интернациональном, это вы знаете, что актуально всегда и особенно в настоящее время. Александра Владимировна много занималась методикой проведения музыкальных и подвижных игр. Она основоположник использования крошки сказки или, как по-другому называют, рассказа малютки, сюжетного рассказа при объяснении игры, особенно детям младшего возраста, в сюжетных, подвижных и музыкальных играх. Ценность этого приема в воздействии на фантазию и воображение, введение детей в игровой образ, эта методика в то же время получила широкое признание в практике дошкольных образовательных учреждений. Ну, говоря про методологические вообще подходы к игре, конечно, продолжили их изучать и ученики Александра Владимировна Кинемана, это и Зимина, и Коровина, и Потехина, и Яковленно-Степаненкова, и многие другие. И вот Александра Владимировна Кинеман создала учебные пособия для факультетов дошкольного воспитания, и, конечно, особо, наверное, следует подчеркнуть заслугу автора в создании учебника для вузов, это теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. Я думаю, что у нас сегодня присутствует очень много практических работников и смотрят нас на Ютубе тоже в практике. Я думаю, что вот этот учебник, он есть практически, наверное, в каждой образовательной организации, вот те, кто много лет работает, и действительно этот учебник, он пересдавался всего лишь в три раза, последнее издание было в 85-м году, и действительно этот учебник получил вторую государственную премию, этот учебник был издан в соавторстве с Домной Васильевной Хухлаевой, и действительно этот учебник, наверное, на сегодняшний день это лучшее, вот остается лучшей такой книгой по подготовке специалистов в области методики физического воспитания детей дошкольного возраста. И действительно он играет очень большой, и играл очень большую роль именно в совершенствовании подготовки вот таких специалистов. Я хочу назвать, что это первый учебник для вузов. Так, и продолжить хочу. У деятельности Александры Владимировны в сотрудничестве с практиками она вела большую научно-методическую работу с 1968 по 1985 год уже в очень преклонном возрасте возглавляла научно-методическую комиссию по методике физического воспитания при Министерстве просвещения СССР. Вместе с ней работали ведущие специалисты практики, преподаватели теории методики физического воспитания. Фамилии вы видите на слайде. Работа научно-методической комиссии оказывала большое влияние на улучшение практической работы педагогов детских садов. Ее члены выезжали в различные регионы бывшего СССР и были с лекциями и семинарскими занятиями в Бресте, Ленинакане, Ульяновске, Минске, Ярославле и других городах. Проходили выездные заседания, методические комиссии. Но комиссия не с проверкой выезжала, а именно с методической помощью. Проводился обмен опытом, совершенствованием физического воспитания, работы в детских садах, педучилищах и работы в вузах. В эти годы под редакцией Александра Владимировна Кинемана издаются книги под девизом «Наука практики». Мы не стали их выводить. Многие они такие специфические для вузов. Наверное, практиков вас не очень это интересует. И завершая представление деятельности Александра Владимировна Кинемана, хочу сказать, что научную и преподавательскую деятельность она сочетала с большой общественной работой. Была преподавателем, председателем профсоюзного бюро факультета, председателем художественного совета факультета, наставником студенческих групп. За заслуги в научной, педагогической и общественной деятельности Александра Владимировна награждена медалью за трудовую доблесть в Великой Отечественной войне, медалью к 100-летию со дня рождения Владимировича Ленина, значками отличника народного просвещения СССР и РСФСР, многочисленными почетными грамотами. И хочется в заключении сказать, что внесла значительный вклад в развитие теории и методики физического и музыкального воспитания детей дошкольного возраста. И многочисленные труды Александра Владимировна играют реформирующую роль дошкольной педагогики, идеи которых сохраняются и живут по настоящее время. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, я думаю, что вы как-то немножко сприкоснулись к такому педагогу, к его вкладу в методику физического воспитания. Действительно, вот те идеи, это только часть того, что мы вам представили, Светлана Дмитриевна, это, конечно, намного больше и шире. То есть можно и рассказывать про Александра Владимировна, но по крайней мере мы постарались какие-то основные вещи рассказать, ее идеи. И вот эти все идеи, действительно, они на сегодняшний день имеют место быть, и они работают и продолжают развиваться. И их очень активно педагоги используют. И еще хочу дополнить, что мы с Мариной Михайловной на протяжении пяти лет ведем такой проект, но условно его можно назвать, чтобы помнили, посвященный ведущим педагогам в области физической методики и физического воспитания детей дошкольного возраста. И ряд публикаций у нас уже есть, и будут еще продолжаться в журнале профессиональном «Дошкольник». Ну вот, да, ну вот у нас тоже вот одним сегодняшним тоже вот у нас присутствует наша коллега, вот Вера Викторовна Горелова, и тоже это преподаватель колледжа Драгомилова, Институт среднего профессионального образования имени Константин Мичушинского. И вот как раз тоже Вера Викторовна с нами, также вот с авторстви и прорабатывает, и разрабатывает, и проводит тоже такую вот работу, да, где тоже собирает вот такой материал исторический по вкладу ученых, которые действительно внесли вот такой очень большой, как бы огромный вклад в методику физического воспитания. Ну, а мы, дорогие друзья, как бы продолжаем дальше нашу конференцию, и вы прекрасно понимаете, что методика физического воспитания, она не стоит на месте, она развивается, появляются новые оборудования, появляются современные технологии, да, которые очень активно внедряются в работу с детьми дошкольного возраста. И вот сегодня наши спикеры, когда составляют программу, нам было очень приятно, что сегодня как раз-таки спикеры расскажут о тех современных технологиях, о тех современных трендах, о тех современном оборудовании, которые есть у нас в настоящее время и очень активно используются в работе с дошкольниками. И хотим предоставить слово магистрантке нашего института, педагогике психологии образования Людмиле Карповой, которая расскажет об использовании игры фрисби в работе со старшими дошкольниками на современном этапе. Пожалуйста, Людка. Здравствуйте. Тоже одна из современных таких технологий игровых. Презентацию. Открылась? Ну да, видим, пожалуйста. Вам слово. Видим вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Карпова Людмила. Я являюсь магистранткой первого курса Института педагогики и психологии образования. Вашему вниманию представляется тема использования игры фрисби в работе со старшими дошкольниками на современном этапе. Классификацию подвижных игр спортивные занимают самую высокую позицию. Это обусловлено не только тем, что по технической, тактической и двигательной характеристике они являются наиболее сложными, но и возможностью их использования в решении целого ряда воспитательных задач. Для старших дошкольников на современном этапе особенно привлекательной является игра фрисби, благодаря ее большой эмоциональности и динамичности. Фрисби дословно переводится как «пчелка», хотя на самом деле это ловля на лету летающей тарелки – пластикового диска. Диск сделан таким образом, что при его полете создается подъемная сила, что позволяет бросить диск на значительное расстояние с большой точностью. Испокон веков человек мечтал летать, поэтому многие придуманные игры связаны с полетами. В конце 40-х годов XX века в американском обществе была популярна тема неопознанных летающих объектов. Этим воспользовался Уолтер Фридрих Моррисон. Он придумал в 1948 году летающую тарелку, которая внешне напоминала НЛО. Однако это был первый диск, и он был неудачным. После ряда усовершенствований экспериментов тарелка из пластика, сделанная Моррисоном в 1955 году, стала неплохо летать над землей и превратилась в ходовой товар. А в 1957 году с его согласия летающие тарелки начали выпускаться под торговой маркой «Плутоплата» компанией «Ванман Оу» в Сан-Габриэле. В то же время студенты Ельского университета в свободное от учебы время бросали друг друга жестяными подставками для пирогов фирмы «Фрисби Пэй Компани». Название «Фрисби» было настолько популярно среди студентов, что представители «Ванман Оу» переименовали свои летающие тарелки на «Фрисби». Существует много разновидностей игр с диском. Это «Простейшая», «Алтимат», «Фрисби Фристайл», «ГАДС». Игра «Фрисби» развивает навыки бросания диска, а также умение ловить диск одной рукой. Тарелка находится в непосредственном контакте с пальцами рук, развивает кисть, способствует развитию мелкой моторики рук, которая, в свою очередь, находится в тесной взаимосвязи с уровнем развития умственных способствий. Упражнения в метании данного предмета развивают глазомер, меткость, координацию движений, укрепляют мышцы рук и туловища. В старшем дошкольном возрасте ребенок может овладевать элементарными умениями и навыками игры фрисби. Дошкольники совершенствуют навыки метания фрисби на дальность от бедра и от плеча, затем осваивают броски в парах из тех же положений. Бросок должен быть произведен с целью, чтобы партнер мог поймать летящий предмет. Задача ребенка – выполнить меткий и точный бросок. Расстояние для метания должно быть не менее 5-6 метров. Большинство детей предпочитают метать предметы наиболее сильной рукой, обычно правой, вследствие чего отмечается значительная разница в результатах бросков правой и левой руки. Поэтому им предлагают выполнять упражнения и правой, и левой рукой. Это обеспечивает равномерную накрустку на мышечные группы обеих сторон туловища ребенка и будет способствовать гармоничному развитию обеих рук для профилактики появления нарушения осанки. При обучении метания в цель детям необходимо объяснить, прежде чем бросать, надо исходное положение, прицелиться, замахнуться. Амплитуда броска и сила замаха зависят от отдаленности цели. Важно вырабатывать слитность замахка и броска. Необходимо объяснять детям, как нужно производить движение кисти и выпрямлять руку энергичным, в то же время плавным движением по траектории вперед. Ловить летящий предмет рекомендуется двумя руками, накрывая его между ладонями. Педагог должен объяснить, что летящий навстречу предмет нужно встречать, проследить за направлением в его полет и, соответственно, сделать шаг вперед, назад, в сторону, при необходимости либо подпрыгнуть или присесть. В дальнейшем навыки в метании данного предмета на дальность и в цель совершенствуют при выполнении интересных для детей заданий игрового характера, которые представлены на слайде. Метание вертикально и горизонтально и цель сложнее, чем метание на дальность. Для усовершенствования выполнения техники метания данного диска необходимо предварительно тренировать детей посредством общеразвивающих упражнений следующего характера. Упражнения на внимание, упражнения в наклонах туловища и поворотах его в разные стороны с отведением рук, приседания и полуприседания, упражнения с переносом тела с одной опоры на другую, с одной ноги на другую, упражнения на укрепление и подвижность голеностопа, упражнения на развитие кистей рук, а также упражнения на укрепление мышц шеи. Фрисби, как скоростной вид спорта, может быть травмоопасным, поэтому всегда при занятиях фрисби следует придерживаться следующих правил, которые вы сейчас видите на слайде. Таким образом, использование спортивных игр, в частности игры фрисби, приучает старших дошкольников вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать ловкость, точность, быстроту реакции, координацию движений и навыки упражнений в метании. Спасибо за внимание. Спасибо, Людмила. Дорогие друзья, хочу сказать, что Людмила настолько глубоко изучила тему фрисби, что даже играть с своим ребенком на территории школы, даже школьники, которые учатся с ее ребенком в одном классе, то есть уже так подключились, так вот целый проект получился, и вот Людмила даже проводит такие мастер-классы для детей по игре фрисби, поэтому очень интересная игра. Я думаю, что вот как бы по выступлению, то есть как бы Людмила постаралась это передать. Людмила, спасибо большое. Спасибо большое. Ну, мы с вами, дорогие друзья, идем дальше. И, конечно, хочу, наверное, сказать о том, что здоровье человека является, наверное, одним из таких очень важнейших компонентов благополучия и одним из таких, наверное, неотъемлемых его прав, которые не зависят от возраста. Право вообще каждого ребенка на здоровый рост, на развитие, конечно, оно закреплено в конвенции о правах ребенка. Конечно, мы с вами все знаем, что на сегодняшний день здоровье подрастающего поколения вызывает особую озабоченность и как государство, так и общество. И вот на данный момент вот эта социально-экономическая обстановка, конечно же, для большинства людей наиболее вот эти важны и материальные блага, нежели здоровье. И поэтому одной из главных вот таких вот государственных задач является создание престижа здоровья и здорового образа жизни. Вообще основы здоровья, они, конечно же, должны закладываться именно в период формирования личности человека. И вот таким периодом, мы с вами все знаем, является именно дошкольный возраст. И мы с вами знаем, что одной из задач вот федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в рамках нашей с вами образовательной области физическое развитие, это за какая ставится задача, да, становления ценностей здорового образа жизни, овладения его элементарными нормами и правилами. И, конечно, в современной педагогике проблема разработки идей вот этой ценности здоровья, конечно, в работе с детьми, она рассматривалась и рассматривается многими учеными, такими, как Новикова, Егоров, Алимовская, Касьянова, Крепова и многие другие. Мне очень приятно представить, у нас сегодня из дальних регионов студентка участвует. Сегодня утром в прогнозе слышала, что в Иркутской области, Иркутске снег идет. Да, но несмотря на это, вот у нас сегодня студентка Доля Дарья из Иркутского государственного университета представит свое исследование по теме воспитания ценностного отношения к разумному образу жизни у детей старшего дошкольного возраста посредством ортобианического подхода. Пожалуйста, Даша, вам слово. Разница у нас часовая, да, Даша? Да, у нас уже вечер. У вас уже вечер, наверное, да? У нас уже вечер. Да, уже скоро семь часов. Итак, пожалуйста, вам слово, Даша. Вам видно? Да, пожалуйста. Отлично. Да, меня зовут Дарья Андреевна, Доля Дарья Андреевна. Я представляю педагогический институт Иркутского государственного университета кафедры психологии и педагогики дошкольного образования студентка пятого курса и тема воспитания ценностного отношения к разумному образу жизни у детей старшего дошкольного возраста посредством ортобиотического подхода. Как уже отметили, в федеральной образовательной программе указано, что мы должны развивать у детей ценностное отношение к здоровью и осознанное отношение к здоровью. Мы привыкли слушать здоровый образ жизни, но мы редко слышим разумный образ жизни. Но уже в федеральной образовательной программе указано, что должно быть осознанное отношение к здоровью. Конечно, мы будем говорить о ученых, которые рассматривали данную проблему, данный вопрос. И представления о разумном образе жизни, они не столь рассмотрены и изучены. Именно в психолого-педагогической литературе нет точного определенного понятия разумный образ жизни. Но на основе трудов Ильи Ильича, Мечникова, Шепеля мы говорим о том, что разумный образ жизни это умение правильно жить, которое невозможно без знания своего тела, без бережного отношения к себе и к окружающим. И самое главное, без жизненного оптимизма. Так как я вам представляю свою работу, свою квалификационную работу, которую я буду представлять и защищать, у меня была цель исследования, объект и предмет. Конечно, вы с этим можете ознакомиться. Мы будем делать акцент на том, что ценностные ориентации являются внутренней основой отношения ребенка к миру, и они развиваются в рамках образного мироощущения, миропонимания. И они поэтапно постигаются ребенком через восприятие социальной среды. Конечно же, в разнообразных жизненных ситуациях, когда взрослый читает литературу, когда ребенок проживает самобытный образ социального мира. Поэтому исключительное значение для современного мира дошкольной педагогики приобретает задачу формирования у детей ценностного отношения к миру, к людям, к самому себе и, конечно же, к здоровью. И, насколько мы знаем, из федеральной программы воспитания к добру, к жизни, к красоте и к родине. Мы предположили, что воспитание ценностного отношения будет успешным, если мы разработаем систему совместной деятельности в триаде педагог-ребенок и родителей и будем использовать три взаимосвязанных компонента ортобиотического подхода. Если мы будем поддерживать интерес к разумному образу жизни, обогащая центр спорта и будем расширять представление о ценностном отношении к разумному образу жизни. Конечно же, нужно понимать, что такое разумный образ жизни, нужно знать, что такое ортобиотика и ценностное отношение. Как я уже говорила, в примерной рабочей программе, в федеральной программе воспитания акцентируется внимание на такой ценности, как здоровье. И мы говорим об осознанном отношении к здоровью. Соответственно, разумный образ жизни и осознанное отношение к своему здоровью перекликаются. Чтобы пройти дальше, конечно же, нужно понимать, что такое ортобиотический подход, что это совокупность приемов и принципов самоизбережения здоровья и жизненного оптимизма, которые реализуются в интеграции всех направлений работы образовательного учреждения. Как я уже говорила выше, включает он три компонента. Это рекреация, релаксация и катарсис. И без них будет невозможно реализовать воспитание ценностного отношения к разумному образу жизни у детей старшего дошкольного возраста. Мы подготовили диагностический инструментарий, который нам помог изучить представление детей, изучить представление педагогов и их готовность к воспитанию ценностного отношения к разумному образу жизни. И, конечно же, узнать компетентность родителей в области воспитания ценностного отношения. Мы провели анкетирование, которое разработали совместно с моим научным руководителем для педагогов и провели анализы планов. Чтобы изучить развивающую среду, провели мы экспертизу, которую адаптировали по образовательной программе. Далее провели диагностику воспитания ценностного отношения к разумному образу жизни у детей, провели с ним беседу, тренинги и игровые задания. Конкретно вы можете увидеть на слайде, что именно. И далее подвели итог, выявили, что большинство педагогов находится на базовом уровне воспитания ценностного отношения к разумному образу жизни. Родители находятся также на базовом уровне сформированности воспитания ценностного отношения к разумному образу жизни. И выявили фактически уровень ценностного отношения к разумному образу жизни у детей старшего дошкольного возраста. Дети находятся также на базовом уровне. Но хочется отметить, что данную работу мы проводим уже с детьми второй год. И насыщая в прошлом году мы увидели результат, насколько это изменилось. И чтобы апробировать наш ортебиотический подход и его компоненты, чтобы оценить эффективность, мы продумали формирующий эксперимент, который состоял из трех этапов. Первый этап это подготовительный. Мы насытили центр спорта, дидактические игры вели и картотеку чудесные ладошки, которые были связаны с самомассаж, биологически активные точки тела. Они были особенно интересны для детей, так как все было наглядно, дети подходили, интересовались, узнавали, пробовали это на себе. Ну и, конечно же, плакаты, куда без них. Мое тело и про микробы, и полезные продукты. Второй этап был основной, где мы работали также в триаде, использовали компоненты ортопиотического подхода, рекреация, релаксация, катарсис, работали с педагогами и с родителями. На этом этапе мы разработали тактическое планирование по направлению физическое развитие, составили амфлификат развивающей предметно-пространственной среды, разработали оперативное планирование, провели с детьми беседы, также провели работу с педагогами и с родителями. Были и мастер-классы, были и практико-ориентированные консультации. И третий этап заключительный, мы осуществили работу по совершенствованию проявления ценностного отношения к разумному образу жизни, с помощью создания проблемных ситуаций, проводили беседы о разумном образе жизни. У меня на этом все. Благодарю. спасибо, Даша, за интересный такой опыт, успехов вам в вашей защите. Поэтому, дорогие друзья, если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, к нашим спикерам, пожалуйста, пишите, и мы стараемся их озвучивать, даже те участники, кто у нас смотрит на YouTube канале, тоже, если есть вопросы, что-то уточнить, спросить, то, пожалуйста, все пишите в чат. Но мы с вами двигаемся дальше. В настоящее время, как уже выше говорилось, появляются не только новые технологии, но и современные оборудования. Одно из такого оборудования является нейроскакалка. Как использовать нейроскакалку в образовании детей в физическом воспитании расскажет студентка Института среднего профессионального образования имени Константин Дмитриевич Лушинского, колледж Дорогомилова Вероника Картиони. А приготовиться Ефимовой Маргарите. Пожалуйста, Вероника, вам слово. Так, Вероника, вы с нами, дайте обратную связь. Вероника. Вероника, пока мы не видим и не слышим Вероники, но давайте тогда мы, чтобы не задерживать весь процесс конференции, но мы с вами пропустим Веронику, я думаю, что сейчас какие-то технические проблемы мы с ней свяжемся и мы решим, перед тем, как представить следующего участника, но хочу сказать о том, что вообще при общении детей к занятиям физической культуры, к соблюдению здорового образа жизни необходимо начинать, конечно же, как можно раньше, именно уже практически с младшей группы. Это физическое воспитание в дошкольной образовательной организации у нас с вами осуществляется как на специальных физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности, в повседневной жизни детей. И, несомненно, конечно, преобладающий вид деятельности в младшем дошкольном возрасте это игра. И поэтому вот такое познавательное развитие детей, например, по теме спорта происходит через игру. Это и подвижная игра, и речевая игра, и сюжетно-ролевая игра, и дидактическая игра, театрализованные и настольные игры. Вообще настольно-печатные игры расширяют знания детей о различных видах спорта, а также спортивном инвентаре, который применяется в том или ином виде спорта, но и о многом другом. И вот студентка института профессионального образования имени Константин Мичушинского, колледжа Дрогомилова, Маргарита Ефимова, сейчас расскажет нам о том, а как она разрабатывает настольно-печатные игры по физическому воспитанию детей младшего дошкольного возраста. Рит, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Так, секунду. Видно презентацию? Да, видим только F5, если вы нажмете или там сначала поставите, чтобы на весь экран было. Пока у нас Рита готовится, то есть если сейчас проблемы будут у Вероники, то тогда готовится Смирнова Оксана Геннадьевна. Так, получается? Рит. Надо слайд-шоу выбросить и запустить. Слайд-шоу сверху в поле у вас в строке слайд-шоу нажмите в красной строке слайд-шоу. Да, я понимаю, тут просто вот так вот. Сейчас, секунду. Так, слайд-шоу и сначала. Все, супер. Все. Пожалуйста. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Меня зовут Ефимова Маргарита Сергеевна. Я студентка третьего курса Института среднего профессионального образования имени Константина Дмитриева Ушинского учебного корпуса колледж Дорогонилова. И тема это разработка настольно-печатных игр по физическому воспитанию детей младшего дошкольного возраста. Подвижная игра с правилами это сознательная активная деятельность ребенка, характеризующая точным выполнением заданий, связанных с обязательным для всех играющими правилами. По определению Петра Францевича Лесгофта подвижная игра является упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни. Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к определенным умственным и физическим усилиям. Специфика подвижной игры состоит в молниеносной, мгновенной, ответной реакции ребенка на сигнал «лови», «беги», «стой» и другие. Подвижная игра незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлением об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. При проведении подвижной игры имеются неограниченные возможности комплексного использования разнообразных методов, направленных на формирование личности ребенка. В процессе игры происходит не только упражнение уже имеющихся навыков, закрепление их, совершенствование, но и формирование новых качеств личности. С проблемой и целью вы можете ознакомиться на слайде. В настоящее время каждый человек знает, что физкультура и спорт полезны для здоровья. И действительно, невозможно представить здорового ребенка неподвижным, хотя, к сожалению, малоподвижных детей все чаще и чаще можно встретить среди воспитанников детского сада. На данном слайде вы можете ознакомиться с задачами. В связи с сложившейся ситуацией мы решили нести дополнительный методический материал. На наш взгляд, он повысит интерес детей к содержанию и усвоению правил подвижных игр. Это настольно-печатные игры с содержанием подвижных игр и старого материала. На слайде перед вами пособие с подвижными настольно-печатными играми. Выполнено оно на листах А4, включает в себя инструкцию и 8 подвижных игр. Также в пособии яркие иллюстрации и крупные персонажи, которых спокойно можно брать в руки, так как они находятся на липучках. Их изготовление шло следующим путем. Первое. Изучение содержания подвижных игр. Для того, чтобы создать игру, ее нужно изучить, ознакомиться с персонажами и их действиями. Второе. Подбор иллюстрации для фона. На втором этапе мы старались подбирать яркие картинки, подходящие под содержание игры, чтобы все выглядело взаимосвязанно. Третье. Подбор персонажей. На данном этапе подбирались персонажи, которые задействованы в игре. Мы старались соотнести их с фоном, чтобы они смотрелись гармонично и не были слишком маленькие или крупные. Четвертое. Разместить все так, чтобы ребенок мог действовать персонажами. То есть персонажи не должны располагаться по разные стороны являются игрушки, звуковые сигналы, загадки, но мы предлагаем попробовать использовать настольно-печатные игры. На практике нам удалось попробовать данное пособие. Внесение в игры в группу вызвало интерес у малышей. Они узнали знакомых персонажей, и мы попробовали соотнести их со знакомыми подвижными играми. Ребятам было предложено показать действия героев и размещение их на площадке. Самой узнаваемой игрой оказалась курочка как хохлатка, которую вы можете видеть на слайде. Дети назвали героев и их действия. Вероятно, эта игра часто используется в работе с детьми на занятиях и прогулках, но в группе есть дети, которые недостаточно четко усвоили правила и текст в том числе. С этими детьми можно повторить их, используя настольно-печатные игры. К этим детям также можно подключить недавно поступивших или часто болеющих детей. Также данное пособие можно использовать с детьми с ВВЗ, не только имеющих задержку психического развития, но и с расстройством аутистического спектра. Игра «Лохматый пес». Она реже используется в работе, поэтому объяснялись правила, действия персонажей, а также текст озвучивался вместе с детьми. Как правило, играя на площадке, дети убегают после слов «Что же будет?» не дождавшись сигнала «Га». В настольно-печатной игре этот момент нам удалось отработать, и когда мы перенесли действие на площадку, подобной проблемы не возникло. Индивидуальная работа в этой игре предполагается такая же, что и в предыдущей. «Воробушки» и «Кот» аналогичная игра, но дети ее не знали совсем, поэтому объяснение правил в настольно-печатной игре сократило время для объяснения на площадке. Из данных приемов вы можете дать следующие рекомендации. У детей младшего дошкольного возраста наглядность действует сильнее, чем слово, поэтому целеснообразнее объяснение правил объединять вместе с показом игрового действия. Если в игре есть несколько правил, то не следует сообщать их сразу. Также не следует играть во все игры. лучше по одной игре, чтобы дети успевали усвоить материал. Игры лучше проводить по подгруппам. С детьми этого возраста воспитателю лучше самому включаться в игру и вызвать у детей интерес к материалу и учить играть с ним. Таким образом мы сделали вывод, что в методику настольно-печатной игры следует включить первый этап знакомство детей способен, второй этап педагог проигрывает игру вместе с детьми, по ходу игры он сообщает одно правило и тут же его реализует. Третий этап педагог перестает быть активным участником игры, он руководит со стороны, помогает детям и направляет игру. Четвертый этап дети играют самостоятельно, педагог лишь наблюдает за действием детей, при повторных проигрываниях сообщает дополнительные правила. Сведением дополнительных правил, например, в игре лохматый пес, каждый должен встать в свой домик. Тут расширяется задача взаимодействия детей между собой. Дети спорят, уступают и договариваются между собой. В заключении хочется отметить, что с поставленными задачами и целью на наш взгляд нам удалось справиться. Спасибо за внимание. Маргарита, очень интересный такой подход к играм, сочетания наскольных и связанных именно с физическим воспитанием. Но мы сейчас возвращаемся к Веронике Картиоти. Вероник, вы с нами, дайте, пожалуйста, обратную связь. Да, добрый день, я здесь. Прошу прощения, возникли технические неполадки. Ну, главное, что все мы решили. И прошу прощения у Оксаны Геннадьевны Смирновой. Оксана Геннадьевна, через одного я вам представлю и дам вам слово. после Вероники будет выступать Варвара Васекина. Итак, Вероник, пожалуйста, вы у нас уже выступали в прошлом году, рассказывали нам про свое исследование, про нейроскакалку. Что же вы в этом раз нам приготовили? Расскажите нам. Так, одну секунду. Да, запускаем презентацию. Спасибо. Слайд-шоу, Вероника. Видно? Отлично, да, поехали. Я бы сегодня хотела рассказать о методической разработке по обучению детей старшего возраста прыжкам через нейроскакалку. Дошкольный возраст это решающий этап формирования фундамента физического и психического здоровья ребенка. Именно в этот период идет становление функциональных систем организма, складывается характер, отношение к себе и окружающим. Если в дошкольном возрасте развитие навыков были упущены, то в школьный период обучения детей основным движением будет более длительным. Формирование навыков в разных видах движений у дошкольников начинается с первого ознакомления с определенным движением, а заканчивается условно тогда, когда ребенок выполняет движение легко, уверенно, с наименьшей затратой сил. Один из основных видов движения являются прыжки. Нейропсихология детского возраста разработает системный подход к коррекции и сопровождению психического развития ребенка, где предпочтение отдается телесно, ориентированным и двигательным методам. Предпочтение можно отдать новым тренажерам, одним из которых является нейроскакалка, о которой сегодня с вами поговорим. Методологическую базу исследования в области нейропсихологии составляет работа таких авторов, как Льва Семеновича Выгодского, Александра Романовича Лурия, также методику обучения детям прыжкам представляет работу таких отечественных педагогов, как Домна Васильевна Хухлаева и Елены Николаевны Павиловой. Применение методов нейропсихологии особенно важна в дошкольном возрасте, когда мозг ребенка активно развивается и создается фундамент работы нервной системы. Есть тренажеры, которые нам в этом помогут. Они направлены на развитие таких физических качеств, как ловкость, меткость, быстрота и выносливость. Одним из самых популярных для детей современных тренажеров стала нейроскакалка. В чем же польза использования нейроскакалки? При выполнении движений на данной скакалке улучшается межполушарное взаимодействие, работа вестибулярной системы и развивается выносливость. Когда идет тренировка с нейроскакалкой, в головной мозг активно поступает кислород, скорость мыслительных процессов увеличивается. Синхронизация работы полушария мозга способствует улучшению запоминания, активно концентрирует внимание ребенка и может позволить ему быстро переключаться с одной деятельности на другую. Нейроскакалка это не просто игрушка, это современный спортивный тренажер. Почему нейроскакалка? Дело в том, что для выполнения движений на этой скакалке нужна разнонаправленная работа ног. Одна нога совершает прыжки, а другая должна совершать вращательные движения. Цель, стоящая перед нами, разработка и апробация методических рекомендаций по обучению старших дошкольников прыжкам через нейроскакалку. На данный момент нет никакой подробной инструкции или методического пособия, рекомендаций по обучению прыжкам через нейроскакалку. Эту задачу пробуем решить. Извините, проблему. Также перед нами стали следующие задачи, с которыми вы можете ознакомиться на данном слайде. Нейроскакалка необычный тренажер. Он представляет собой кольцо, которое надевается на одну ногу, оси, бывает в виде прямой палки или в виде змейки, на конце которой находится светящееся колесо. За счет него происходит вращение скакалки. Необходимо отметить, что кольцо скакалки покрыто поролоновой накладкой для защиты ног. Сама скакалка мягкая, гибкая, изготавливают ее из пластика, из которого делают различные детские игрушки. Данная скакалка рассчитана для прыжков на ровной поверхности пол или асфальт. Как дети обучаются прыжкам через нейроскакалку? В основном их учат взрослые, которые, возможно, ознакомились с видеороликами или увидели у кого-то. Также дети учатся у своих сверстиков, друзей. Ну как и насколько точно они обучаются данному движению? Чаще всего по своему опыту. Я делал так, но у меня получилось, а у другого ребенка, возможно, не получится так же. Наблюдение за тем, как дети учатся прыгать через нейроскакалку, показали, что сначала у них возникают трудности в усвоении этого предмета, затем все-таки самостоятельно пробуют действия со скакалкой, оттолкнув ее ногой, но не выполняют прыжок, кружатся вокруг себя. Следовательно, вращение тренажера прекращается и интерес пропадает. После долгих тренировок у них получается прыгать, вращая скакалку, но работать не двумя ногами поочередно, сменяя друг друга, а только той, на которой учились прыгать изначально. На противоположной ноге категорически не хотят и боятся пробовать, так как не получается. Зная пользу для детского организма и эффективность прыжков на нейроскакалке неплохо было бы использовать данный тренажер в дошкольном учреждении, где педагоги обучали детей прыжкам, используя нейроскакалку в разных формах работы по физическому воспитанию. Например, в самостоятельной двигательной деятельности, то есть на прогулках, физкультурных занятиях или активном отдыхе. вернемся к проблеме отсутствия методических рекомендаций по учению детей прыжкам через нейроскакалку. Прежде чем учить детей определенному движению, необходимо создать интерес к тренажеру, дать рассмотреть его, показать действия воспитателям, продемонстрировать игровые упражнения. Следующее, что нужно сделать, это дать возможность детям самостоятельно рассмотреть тренажер, попробовать действовать с ним, а после внести нейроскакалку в физкультурный уголок. Хотим отметить, что обучать детей данному движению лучше в подгруппе или индивидуально. Если опираться на классическую методику обучения данному движению, мы даем детям подготовительные и подводящие упражнения. Примеры подготовительных упражнений это все виды прыжков, например, подпрыгивание, спрыгивание, прыжки из обруча в обруч. Подводящие упражнения это может быть перепрыгивание через длинную скакалку, прыжки через короткую скакалку, прыжки через резиночку, но также предлагается перешагивание через нейроскакалку в спокойном темпе. Затем пробуем вращать скакалку с помощью ходьбы, например, на правой ноге. После этого мы переходим к прыжкам, тогда вращение скакалки будет ускорено. Далее предлагаем вращать нейроскакалку уже на противоположной ноге. После того, как дети в совершенстве будут владеть тренажером, можно дать усложнение. Счет прямой и обратный в пределах 20. Ребенок совершает движение и в это время под темп прыжка считает от 1 до 20. Как показал практика, с таким упражнением дети справляются. Упражнение «Назови соседа». Во время выполнения движения ребенку дается задание «Назови соседа числа 8». Ребенок не останавливает движение, называя числа 7 и 9. Детям подготовительной группы можно предложить числа в пределах 20. Но хочу отметить, что даже подготовишкам это упражнение давалось сложнее, чем прямой и обратный счет. Реакция детей замедлялась. Дополнительное движение рук. Во время выполнения прыжков детям даются указания «Руки на пояс», «За голову», «Руки в стороны», «Вверх». С этим усложнением справилось двое детей, когда выполняя прыжки, они не останавливались и выполняли движение рук, при этом вовсе не задумываясь. Сюда можно отнести хлопки во время выполнения прыжка. Предлагаем прыжки под ритмичную музыку. В соответствии с темпом музыки дети совершают прыжки. Чтение стихотворных текстов, скороговорок. Дети вращают на раскакалку и пробуют рассказывать стихотворения Михалкова, Барто, Маршака. Но это задание для детей подготовительной группы оказалось сложнее, чем упражнение с включением дополнительных движений рук. Ребенок вращает скакалку, но путает слова или строки стихотворений. Или наоборот, другой ребенок старался рассказать стихотворение, но при этом движение нейроскакалки прекращалось. Для тренировки выполнения данного вида усложнения требуется как можно больше времени. Прыжки и игровые упражнения на классификацию. При выполнении прыжков детям нужно было назвать, к примеру, зимние месяцы, мебель, посуду. С этим заданием дети также справлялись труднее по сравнению с игрой «Назови соседа». Движение скакалки также замедлялось. Включение дополнительных движений «Попасть в цель», перебрасывать мяч друг к другу. В упражнении «Попасть в цель» детям дается указание с наглядным показом педагога. Дальше дошкольники при вращении на раскакалки пробуют бросать небольшой мяч или мешочек прямо в цель. В упражнении «Перебрасывание мяча друг к другу» двум детям на расстоянии от полутора до двух метров нужно встать напротив друг друга и пробовать при вращении на раскакалки передать мяч. Также можно включить игру «Схедобная», «Несхедобная», «Полезная», «Неполезная». Как показала практика, детям интересны эти упражнения, но также требуется время для усвоения данного движения. Включение нейроскакалки в физкультурные занятия, использование нейроскакалки в активных формах отдыха на досуге и спортивном празднике и самостоятельно двигательная деятельность в теплое время года. При написании выпускной квалификационной работы были изучены особенности влияния упражнений с нейроскакалкой на развитие физических качеств дошкольников, продуманные подготовительные и подводящие упражнения, а также подобраны игры и игровые упражнения с использованием нейроскакалки. Поставленная нами цель достигнута. Разработаны методические рекомендации по обучению детей старшего дошкольного возраста прыжкам через нейроскакалку. Данный спортивный тренажер является отличным профилактическим средством гиподинамии. Психические и физические свойства будут развиваться в процессе игры, незаметно для ребенка. Нараскакалка универсальна, подходит как для детей от 4 лет, так и для взрослых для поддержания организма в тонусе. Прыгать можно и на улице, и в помещении. Также хочу отметить, что по данной методической разработке разработан видеоролик, который есть на сайте ушки на макушке. Спасибо за внимание. Спасибо, Вероник. Интересный опыт работы. Я думаю, что коллеги, которые у нас здесь присутствуют, могут его взять на вооружение. Но мы с вами идем дальше. Так, прежде чем представить следующего выступающего, Варвара Вальсекина, мы уже сказали, она будет выступать. Я хочу задать вам такой вопрос. Уважаемые коллеги, вы знаете, что такое фингерборд? Пишите нам, пожалуйста, в чате. В чате фингерборд. Знаете ли вы, что это такое? Я только познакомившись с тематикой выступления, только вот позавчера узнала, что это за игра или упражнение такое, упражнение скорее всего. Вероника нам сейчас расскажет. Вероника сейчас расскажет. И нам, и всем нашим участникам. Ну, может быть, мы такие отставшие, может быть, все остальные знают. Ну, вот нам пишут доска для катания пальцами. О, замечательно. Ну, видите, вот, для пальцев доской на колесиках. Отлично. Ну, Галина Владимировна, мы не сомневались, что вы знаете, вы у нас такая продвинутая старший воспитатель. Это слово студентки Института среднего профессионального образования и колледж имени Маршака Самуила Яковлевича. Варвара Васикина выступает. Ну, а приготовится Оксана Геннадьевна Смирновой. Пожалуйста. Но тут мы уже подготовились, Оксана Геннадьевна. Варвара, вам слово. Варвара, пожалуйста, вы с нами, дайте обратную связь. Да, здравствуйте. Ну-ка, расскажите нам, как использовать такой маленький скейт для дошкольников. Сейчас все узнаем. Подскажите, пожалуйста, экран видно? Да, видим, пожалуйста, Даша. Ой, Варвара. Чудесно. Уважаемые участники конференции, вашему вниманию предлагается выступление на тему фингерборд как педагогическая идея, рожденная жизнью, подготовленная студенткой третьего курса Института среднего профессионального образования имени Константина Дмитриевича Ушинского, учебного корпуса колледжа имени Самуила Яковлевича Маршака Васикина Варвара Александровна под руководством кандидата педагогических наук Пугинской Марина Анатольевна. Педагогическая идея это определяющее понятие и мысли, представленное как нагрядный изримый образ, лежащий в основе теоретического построения. Под педагогической идеей данного исследования понимается исходная мысль, лежащая в основе решения некоторой практической проблемы. Идея устанавливает связь между новой педагогической целью, двигательным опытом дошкольника и методом его достижения. Идея задает своего рода абрис проектированного исследования. Отечественная педагогическая теория и практика изобилуют интересными идеями, из которых могут вырасти и вырастают целые научные направления и школы. Толочком идеи данного исследования явилось наблюдение за детской игрой, основным атрибутом которой является фингерборд, где школьники ловко и маневрируют, а также выполняют различные по сложности трюги на всех возможных поверхностях. В последние годы фингербординг стал одним из популярных хобби среди обучающихся образовательных организаций. В тот момент и возникла идея создания дополнительных условий, которые могут быть рассмотрены в виде разработки специального игрового пособия по использованию фингерборда как нестандартного оморудования в дошкольно-образовательных организациях, здесь межествием или способствующим повышению эффективности процесса реализации задач образовательной области, физическое развитие федерального государства фингерборд же можно считать нестандартным оборудованием игровым. Это уменьшенная копия классического скейтборда, на которой катаются с помощью пальцев рук. Как предмет, он известен миру по меньшей мере уже 20 лет, а с 2006 года в России на регулярной основе проводятся соревнования как в настоящем виде спорта. Фингерборд используется не только в качестве развлечения, а также как инструмент для обучения детей и взрослых навыкам координации движений, помогает развивать мелкую моторику рук и креативное мышление. А учитывая то, в процессе развития ребенка важное значение имеет развитие мелкой моторики рук, с физиологической точки зрения стимулирующей развитие сразу нескольких систем организма. Это нервная, мышечная, костная, зрительная и на основе исследований Мария Анинова, Максимовна, Кольцовой, Ольги Александровны, Зажигиной, Юлии Дмитриевны, Митенковой и других, в которых утверждается, что развивая мелкую моторику рук, педагоги решают задачи развития логики, памяти, внимания, при этом улучшая двигательную координацию, преодолевая у детей зажатость и скованность, было выдвинуто предположение, что фингерборд может быть один из средств развития мелкой моторики рук у ребенка и быть интересен детям 6-7 лет. Фингерборд это простая, но эффективная игрушка, которая может быть использована в качестве педагогической идеи для развития ребенка в различных направлениях. Это развитие мелкой моторики и координации движений, так как фингерборд требует от ребенка точных движений пальцами, улучшение концентрации внимания, игра с фингербордом требует от ребенка постоянного контроля с движениями пальцев, развитие творческого мышления, так как фингерборд позволяет ребенку экспериментировать с различными комбинациями движений пальцев, и снижение уровня стресса, игра с фингербордом может помочь ребенку снизить уровень стресса и улучшить настроение. Исходя из вышесказанного, поставлено несколько целей исследовательской деятельности. Это обогащение предметно-пространственной среды дошкольно-образовательной организации, развивающей мелкую моторику рук детей 6-7 лет, и разработка игрового пособия играем фингерборд, позволяющего разнообразить самостоятельную двигательную деятельность старших дошкольников в условиях дошкольно-образовательной организации. Для реализации целей были поставлены задачи как для воспитателя, так и для детей, с которыми вы можете ознакомиться на слайде. Среди них задачами для воспитателей это анализ информационного пространства по теме исследования, знакомства детей с новым игровым оборудованием, разработка игрового пособия и формирование умений выполнять простейшие упражнения. А для детей это мотивировать детей на знакомство с новым оборудованием, сформировать интерес к выполнению упражнений и формировать умение использовать правовое пособие. В процессе реализации проекта дети получат ответ на проблемные вопросы, что же такое фингерборд и как с него играть. Фингерборд, данное слово, является комплексом из фингер, палец и борт доска, миниатюрная копия скейтборда, доска для тренировки пальцев рук. В качестве снаряжения для таких занятий нужна маленькая доска. Длина ее зависит от того, на каком типе фингерборда катаются минифингерборд до 5 см, миниборд от 9,5 до 10,5 см и существуют хендборды от 25 до 30 см. Для производства доски применяется пластик и дерево. Пластиковые доски, изображенные на первой картинке, считаются вариантом для новичков. Но при этом многие фингерборды из пластика оснащены самыми лучшими подвесками и имеют высокую прочность. Изделия же из дерева, изображенные на втором рисунке, это выбор профессионала. Считается, что они лучше подходят для различных акробатических комбинаций. В своей конструкции фингерборд включает в себя подвергную часть подвески, платформу подвески, резиновые амортизаторы, подкладки под подвески. Все это соединяется между собой болтами и гайками, а сверху микродоска, которая называется дека, обтягивается резиной или наждачкой. Также хочется отметить, что для профессионального фингербординга необходим не только хороший скендборд, но и существуют целые конструкции, называемые фингерпарки. Ответом на второй проблемный вопрос явился продукт проектной деятельности в виде игрового пособия «Играем фингерборд», который можно рекомендовать для использования в процессе игровой деятельности детей 6-7 лет в условиях дошкольно-образовательной организации, и семьи для развития мелкой моторики рук, что является его практической значимостью. Он включает в себя игровые трассы разной сложности, игровые схемы в выполнении трюков, фингерборды разной формы и конструкции. Для реализации целей задач исследования были определены и спланированы этапы проектной деятельности. Это подготовительный, основной и заключительный. В подготовительном этапе были проведены следующие мероприятия, такие как подбор и составление списка информационных источников по теме проекта, определены риски обработки и анализы подобных информационных источников, а также разработка методического обеспечения мероприятия. Во второй наиболее интересными являются мероприятия, которые были проведены в основной части проекта. Это создание игрового пособия, играя на фингерборд, образовательные ситуации и знакомства с фингербордом, в результате которых у детей появился интерес к предстоящей игровой деятельности. Дети познакомились с игровым оборудованием фингерборд. Образовательные ситуации и игровые схемы, в процессе которых дети осваивали разные способы управления фингербордом, а также образовательные ситуации знакомств с игровой трассой, где у детей формировались умения управлять фингербордом по прямой трассе правой, левой рукой и одновременно двумя, а также по трассе со сменой направления, также правой, левой рукой и одновременно двумя руками. В процессе проведения образовательных ситуаций была отмечена повышенная заинтересованность и активность детей в организованной воспитательной игровой деятельности. Отмечалось появление интереса родителей к новому игровому оборудованию и использование его в условиях семьи. По мере овладения детьми умениями игры в фингерборд, игровое пособие «Играем фингерборд» было торжественно помещено в физкультурный уголок. Также интересный факт, что для обыгрывания упражнений по управлению игры с фингербордом можно использовать различные аксессуары, которые показаны на слайде. На заключительном этапе были подведены итоги проведения исследовательской деятельности. Цель проекта была достигнута, ответы на проблемные вопросы получены. Данный проект позволил воспитатель получить опыт работы по внедрению стандартного оборудования фингерборд в самостоятельную игровую деятельность воспитанников посредством разработки игрового пособия «Играем фингерборд». Таким образом, проведение исследовательской деятельности мотивировало и стимулировало детей к разнообразию самостоятельной игровой деятельности с использованием нового оборудования, развивающего мелкую моторику рук. Как продолжением исследований по теме проекта рационально получить не только визуальные результаты проведенной работы, но и диагностические исследования, показывающие результативность игровых упражнений с фингербордом по развитию мелкой моторики рук дошкольников. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. В практике сидят. Борд в ваших образах материал представила Варвара. Спасибо большое. Успехов вам в вашей работе. И мы с вами идем дальше. Вы знаете, дорогие друзья, мы любим в нашей конференции приглашать не только студентов, то есть наших таких молодых исследователей, но и с большим удовольствием приглашаем практиков дошкольных образовательных организаций. И вот этот такой, знаете, микс, вот этот такой очень интересный опыт, я думаю, что вы со мной согласитесь, который позволяет молодым нашим исследователям познакомиться с опытом практических работников. Когда вот сейчас как бы вторая часть у нас такая пойдет, да, такая практический, где практика будет выступать. И, наверное, практическим работникам познакомиться вот с какими-то интересными находками молодых исследователей, да. Поэтому действительно нам очень приятно, что сегодня коллеги из школы 1598 поделятся своим опытом работы. И вот большое спасибо Галину Владимировне Оглушковой, старшему воспитателю, который как раз-таки очень активно всегда принимает участие в конференциях. Я думаю, что Галина Владимировна мы тоже услышим с ее выступлением, с ее опытом работы на конференции, которая у нас будет проходить 20 апреля. Тоже всех вас приглашаю на нее. Ну и все вы, наверное, да, слышали такое слово суджок. Мы, кстати, Оксана Евгеньевна, подготовились. У нас вот такие, мы в тренде, мы в теме. Поэтому о том, как использовать приемы суджок терапии, вообще в развитии ручного умелости. Сегодня нам Оксана Геннадьевна Смирнова расскажет, воспитатель школы 1598. И очень приятно, что эта школа такая активная. И в конференции, которая 20 числа у нас будет, тоже много из этих выступлений. И, как мы видим, по регистрации участников совершенно разных специальностей. И педагог-допообразователь, и педагог-учитель-логопед. То есть все специальности дошкольные представлены в ваших выступлениях. Так что, Оксана Геннадьевна, вам слово. То есть мы приготовили суджок. Пока слайдов, вот верхняя панель, пока слайдов. Вот анимация, пока слайдов, на верхней панели. Можно выбрать с текущего слайда кнопочку. Тоже, я думаю, пойдет. Начается, она не получается. Почему-то она здесь не видела. Или F5 на компьютере. F5, да? Как вы понимаете, новая версия и не очень получается. Она здесь еще не идет почему-то. Вы знаете, остановите ее тогда, пожалуйста. Мы с вами зайдем по-другому. Сможете? Да. Выбираете демонстрацию экрана. Дальше. Там есть три вкладки. Базовая, расширенная и файловая. В раздел расширенные заходите. И там первый PowerPoint в качестве виртуального стола. Давайте попробуем. Технически все, коллеги, бывает. Что страшно? Мне страшно. Все в порядке. Получилось у вас? Да. Сейчас у вас. Мы увидим вашу презентацию. Бывает. Что такое? Странно. Так, черный экран. Давай еще раз поделиться. Давайте еще раз попробуем. Давай. Поделиться. Опять. Я вот читал. Перед вебинаром у нас как раз подобное было. И у нас пошло. Пока черный экран. Не дает она открыть. Не получается? Давай попробуем еще раз через это. Открывай. Выходи отсюда. Так, еще раз. Давай еще раз попробуем. Еще раз попробуем просто. Давай, Оксанечка. Почему-то у нас... Давай ее закроем. Ну, давайте-то. Ну, ничего страшного. Можете боковые слайды. Мы видим, можете по боковому. Сейчас появилось? Все. Поехали. Появилось, но с боковыми слайдами мы видим. Ну, это ничего страшного. Лучше так, чем не вообще никого. Если это будет вот так. Ну, на клавиатуре и в 5 есть. А у нас не суджок. У нас решение шахматных задач. Суджок у нас. Мы видим... Ничего страшного, пусть будет решение шахматных задач. Нет, мы видим суджок. Суджок у нас стоит. Так, ну, коллеги, давайте мы тогда вам запустим. Вот это получилось? Все. Сейчас работает. Все, отлично, поехали. Получилось. Добрый день, уважаемые слушатели, коллеги и будущие коллеги. Тема сегодняшнего моего выступления – использование приемов суджок терапии в развитии ручной умелости старших дошкольников. Хорошо развитая речь – это важнейшее условие всестороннего, а главное, полноценного развития детей. И одной из нетрадиционных логопедических технологий является суджок терапия. И знаете ли вы, что даже знаменитости тренировали свой мозг при помощи упражнений? Так, например, Никола Тесла каждый день по сто раз сжимал и разжимал пальцы рук и ног. И он был уверен, что такая зарядка повышает активность клеток мозга. Конечно, не у каждого найдется под рукой шарик суджок, но в отличие от некоторых, которые подготовились. Ну и тем более, если мы говорим о группе детей, с которыми мы занимаемся, не у всех найдется такое количество шариков. И на что, чем можно заменить шарик суджок? Заменить его можно тем, что найдется у каждого под рукой. Будь то фасоль, горох, фундук. Мы в данном случае с нашими детьми заменили шарик суджок на обычный цельный грецкий орех. Заниматься, проводить упражнения с детьми можно не только индивидуально с одним ребенком, но и с подгруппой детей. И на опыте могу сказать, что когда дети занимаются с подгруппой, им как-то это более задорно все происходит. Нравится им это больше. Вот посмотрите на слайде, нижняя фотография, да, у нас Ромка не получалось у него сделать упражнение. И вот видно, какое у него счастье на лице, что у него наконец-то получилось сделать то, что он вот пытался. Итак, с вами сейчас рассмотрим, коллеги, несколько упражнений. Почему выбрала эти упражнения? Первое упражнение – это те, которые вызвали наибольшее затруднение у детей при их выполнении. Вот первое упражнение – волчок. Пальцами одной руки мы как бы ввинчиваем орех, либо шарик, если он у вас есть, в середину ладони другой руки. Дальше мы меняем позицию, делаем то же самое на другой руке. Казалось бы, нам, да, взрослым мы смотрим, думаем, ну, что такого сложного? На самом деле у детей, у которых не очень хорошо развита мелкая моторика, даже вот это упражнение вызвало затруднения в определенной степени. И следующее упражнение у нас – это горочка. Ладонь прижата к столу, пальцы соединены. Ну, здесь вот девочка, конечно, не все пальцы соединила, но коллеге сразу скажу, вот эти фотографии – это первый раз, наверное, или где-то в начале, в самом, нашего обучения детей вот этим упражнениям делали вот эти фотографии. Итак, занятие горочка. Ладонь прислонили к столу, пальцы у нас соединены. На кончике пальцев кладем орешек, прикрываем его другой ладонью, ладонью другой руки и катаем от кончиков пальцев до запястья и обратно. Не пропускаем ни один пальчик, то есть мы прокатываем орех или шарик по каждому пальцу, не забываем про большой. Дальше мы с вами меняем позицию рук, делаем то же самое на другой руке. Каждое упражнение выполняется 5-6 раз. Следующее упражнение – ой, перелеснула, извините – лодочка. В принципе, очень похоже на предыдущее упражнение, но оно усложнено тем, что здесь, посмотрите, мы уже катаем орех между тыльными сторонами ладоней. Очень это сложно сделать ребенку, сейчас если получится, запущу, вот посмотрите, как нелегко ей дается, чтобы орех не укатился у нее. Поднимает она, отрывает пальчики от стола, в принципе, это не должно быть, но она таким образом, вот я сама себе помогает, чтобы у нее орех этот не вылетел. Так что вот такое тоже упражнение, очень сложное, но во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Следующее упражнение – ловкие пальцы. Указательный и большой палец. Правой руки удерживают орех и передают его соответствующей паре пальцев другой руки. Дальше у нас орех удерживает большой и средний, большой и безымянный, большой и мизинец. И они также передают орех в пары пальцев противоположной руки. Тоже, казалось бы, ничего сложного, но здесь это упражнение тоже вызвало у детей определенное затруднение. Не могли они понять, как же им все-таки этот орешек перехватить другой рукой. Так, и вот еще один вариант, чем можно заменить шарик, суджок. В принципе, ну, можно заменить на все, что у вас найдется под рукой. В данном случае это такой деревянный массажер, но, опять же таки, все, что есть, можно использовать. Все, что вы найдете. Так что вот такие вот упражнения очень хорошо развивают моторику рук. А как мы знаем, что мелкая моторика и уровень развития речи, они всегда в прямой зависимости друг от друга. У меня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Оксана Геннадьевна, за выступление и за мастер-класс. То есть мы не зря сегодня принесли с собой. У нас даже падают на каждую руку по суджоку. Поэтому спасибо большое, коллеги. Я думаю, что вообще суджок сейчас как-то вот вышел на первый план. И на самом деле очень интересная вещь. Тут не только шарик, но здесь еще и вот такие вот очень маленькие пружинки, которые также одеваются на любой палец, да, и тоже можем проводить упражнения. Так что, Оксана Геннадьевна, спасибо большое за предоставленный опыт. Ну, а следующее у нас выступление тоже коллег из школы 1598. Так, Бузаевна Татьяна Николаевна, Дагуба образования, расскажет нам о шахматах. Сейчас научит нас, как же решать шахматные задачи. Дагуба, пожалуйста. Добрый день, уважаемые слушатели. В современном мире существует огромное количество вариантов занятий для интересного времяпрепровождения. Но в последнее время все большая популярность приобретает шахматы, игра, сочетающая себя развлечения и пользу. Обучение проводится по учебно-методическому комплекту «Шахматы первый год» или «Учись и учу» автор Игорь Георгиевич Сухин. Два раза в неделю малыми подгруппами или индивидуально. Начальный шахматный курс учитывает знания и умения, свойственные детям 5-7 лет. Программа при обучении в шахматы максимально проста и доступна для дошкольника. Главная задача любого педагога – заинтересовать ребенка игрой. И научить играть в шахматную партию по правилам, объясняя базовые принципы. Важное значение при обучении имеет специально организованная игровая деятельность. Использование приемов, обыгрывание заданий, создание игровых ситуаций, использование дидактических игр и решения шахматных задач. Шахматная задача, так называемая шахматная композиция, представляет собой головоломку, составленную композитором, педагогом с учетом использования шахматных фигур на шахматной доске, которая представляет собой, представляет перед решающим конкретную задачу. Шахматная задача принципиально отличается от игры на доске тем, что последняя включает борьбу между черными и белыми, и так как первая включает соревнования между композитором и решающим. Большинство позиций, встречающих шахматных задач, нереалистичны в том смысле, что они маловероятны при игре на доске. Решение задач способствует усилению практической игры. Таким образом, можно сказать, что решение шахматных задач также полезно для шахматиста, как для футболиста умения бить пенальти. Несмотря на то, что шахматные задачи для дошкольников достаточно простые, они полностью выполняют свою функцию, а именно повышают мастерство игры. Научить сразу сложным задачам нет смысла учить детей, а постепенное изучение тактики возможного развития событий на доске позволит не допустить ошибок при игре с реальным соперником. Вы видите на слайдах, я вам показываю те задачи, которые я ставлю своим воспитанникам, и вот как они успешно с ними справляются. Также вы обратили внимание, что даю и саму шахматную доску, даю фрагмент доске, ограниченное поле. И также дети очень любят магнитные шахматы, демонстрационные. Все это дает возможность поддержать интерес к шахматной игре. Любое занятие, которое вызывает искренний интерес у ребенка, способствует его развитию. Лучшим примером для наших детей являемся мы, взрослые. Играя вместе с ними, мы привем им любовь к игре и найдем еще одно занятие, которое нас объединит. Научиться игре в шахматы можно в любом возрасте. Главное поддерживать своего ребенка и стремиться, поддерживать к стремлениям и начинаниям. Ну, вот видите, как детки у меня решают свои задачи. А шашки я использую, это вид гип-бомбочек. Те поля, на которые нельзя вставать шахматным фигурам. Вот, смотрите. Вот, видите, нашел решение, счастлив, справился, да? Тренируйтесь каждый день, и вы сможете достичь самого высокого уровня мастерства. Что сказать еще? Группа у меня в пределах 15 детей, но там 12-13 по-разному бывает. Ребятки разные. Сейчас интерес у родителей появился. Вы же понимаете, что шахматы развивают... Я не стала перечислять. Все те способности, которые развивают шахматы, вам и так они всем известны. Так что я с удовольствием приму новых учеников. Спасибо большое, коллеги, что вы меня выслушали. Вот у меня так кратенько. Очень интересно. Вы знаете, у нас в Зеленограде есть колледж, где, ну, тоже они там доп. образования, свой такой клуб. И там есть клуб Анатолия Карпова по шахматам. И там они проводят разные вот чемпионаты, как бы и для школьников, и для дошкольников. Поэтому вот вы тоже своими ребятами можете тоже принимать там участие вот в таких вот интересных чемпионатах. Спасибо большое. Спасибо большое. И следующий наш спикер. Следующий спикер из этой же школы. Мы хотим предоставить слово Анастасии Юрьевне Дьяковой. Сейчас мы ее точно. Тема ее выступления – использование логаритмических игр и упражнений в работе с нашкольниками с особыми образовательными потребностями. Все, что мы хотели, заложили в содержание конференции, охвативное. То есть вот дети и садов, которые расставали потребностями, которых немало в детском саду. И педагоги, учителя-логопеды без работы не останутся. Так, пожалуйста, ваш опыт. Анастасия Юрьевна. Добрый день. Мою презентацию видно? Да, да, да. Спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели, дорогие коллеги. Хотела представить вашему обозрению свой опыт работы, где я в работе с детьми с особенностями в развитии и с особыми образовательными потребностями, кроме традиционных способов, использую логаритмику. Почему именно логаритмику? Потому что именно в ней есть взаимодействие речи, музыки и движения. Причем речь и музыка являются регулятором движения. При взаимодействии с такими детками мы стараемся непременно включить логаритмику в образовательные маршруты, логаритмические игры, упражнения также в различные режимные моменты. Форма их проведения различная, индивидуальная, подгрупповая и фронтальная. В системе физкультурно-оздоровительной работы ежедневно используется дыхательная гимнастика. Длительность этих упражнений регулируется возможностями детей. Логаритмические упражнения являются частью утренней гимнастики. Мы ее проводим совместно с воспитателями. Также используем как минутки на занятиях во время непосредственной образовательной деятельности. И элементы логаритмики включаются в физкультурные занятия и в занятия с музыкальным руководителем. Ритм помогает более быстрому запоминанию игр и делает коррекционную работу более успешной. Также я в своей работе использую предметы-маркеры. Это предметы, дающие детям сенсорное подкрепление. Они развивают познавательный интерес и делают детей с особенностями в развитии, более включенными в работу. Непосредственно это колокольчики различной величины, способы удержания и различные по материалу, и медь, и металл. Клависы – это деревянные палочки. Иногда вместо клависов можно использовать карандашики. Почему говорю именно о клависах? Детям с плохо развитой мелкомоторикой можно подобрать различные палочки по величине, по тяжести, по исполнению из разного дерева, потому что можно даже использовать деревянные палочки с запахом. Можно использовать разные в своей работе мячи, разные по диаметру, по тяжести, а также мячики, сейчас современные сквиши, это такие мякиши, очень любят их дети. И еще в своей работе я часто использую так называемые круги и точки. Это флисовые круги, крупные по диаметру и более мелкие. Регулярное использование локаритмических упражнений нормализует произвольность детей с речевыми нарушениями и обеспечивает развитие всех психомоторных навыков, способствует успешному взаимодействию ребенка с внешним миром. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо, Анастасия Юрьевна. Очень интересный опыт представили. Я думаю, что наши коллеги, которые сегодня нас смотрят и будут смотреть в записи, возьмут это на вооружение. Ну что, дорогие друзья, наша конференция подошла к своему завершению. Еще раз хочу сказать большое спасибо всем сегодняшним спикерам, всем участникам конференции. Спасибо, что вы были с нами. И, конечно, в завершении мы хотим поблагодарить своих коллег Анастасию Гейшину и Екатерину Кожуховскую из издательства журнала «Обреж» за предоставленную возможность провести вторую всероссийскую межвузовскую студенческую научно-практическую конференцию «Физическое воспитание дошкольников на современном этапе» и на предоставленной нам интернет-платформе. В чате вопросов нет. Спасибо большое. В чате вопросов нет. Мы заглянули с Мариной Михайловной. Ну и завершая, хочу сказать, что использую данную конференцию и, наверное, возник интерес к ней и приглашаем даже без докладов просто поучаствовать с нами на следующий четверг, 20 апреля, конференция, пятая уже юбилейная у нас «Физическое воспитание. Традиции и инновации». Там тоже и студенты могут... Ну, сейчас закончилась уже регистрация туда, там у нас больше 10 выступлений, в основном это... Завтра последний день у нас для регистрации. Еще можно вскочить в этот самый выходящий вагон, да? Да, тоже всем участникам, кто будет принимать участие, тоже будут выданы сертификаты. Всем отправлены на электронную почту. Ну и послушать коллег из разных регионов, опять же, у нас там есть участники, это тоже очень полезно и интересно. Так что, дорогие друзья, следите за анонсами мероприятий на сайте журнала «Обруч» на главной странице Института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета. Спасибо, что вы были с нами. Мы с вами не прощаемся. Мы просто говорим вам до свидания, до новых встреч. И ждем вас на пятой всероссийской конференции в следующий четверг. Будем рады вас видеть. Ну и как дополнение, студенты колледжа мы вас ждем в качестве абитуриентов. Всего доброго, до свидания. С вами работали Марина Михайловна Борисова, Людмила Дмитриевна Морозова и Екатерина Кожуховска. Дорогие друзья, мы сегодня прощаемся с вами. Пока-пока. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова